Тем временем, по данным гидрометцентра, в начале сентября в столице республики выпала месячная доля осадков. Часть улиц смыла. Откачку воды с проезжей части и водоотводных лотков ввели в круглосуточном режиме. Одним из наиболее пострадавших от ливня стал автодорожный округ, где до сих пор в частном секторе передвигаться приходится с трудом. Подробности далее. Возле домов по улице автодорожная образовалась не просто лужа, а настоящее озеро. А жильцам домов в 3.3 и 3.4 пришлось обуть резиновые сапоги, чтобы ходить по комнатам. Я сегодня в 4 часа утра проснулся, у меня вода стоит на полу. Так я живу выше, чем эти люди. Я 33 года здесь живу, это первый раз в жизни такую я вижу. По словам жильцов, при ремонте дороги закопали водосточную канаву, которая обеспечивала ток воды. В результате образовалась большая лужа, которая мешает жильцам. Письмо было написано со стороны главстрою, со стороны управы, то, что в июне месяце, 17 июня, при ремонте дороги сначала водосток, чтобы обеспечить. Не было никакого реагирования, просто у нас лето такое засушливое, тут не секрет, все знают, образовалось. Из-за этого вовремя проблемы такой не было. Вот первый дождь и сразу такие проблемы. Жилком сервис и управа автодорожного округа откачали воду. Но эта мера решает проблему лишь временно. Сейчас вода в доме спала. Во дворе после откачки осталась большая лужа. И такая же картина за домом. Еще один сильный ливень и в дома снова хлынет вода. Это результат того, что при строительстве дорог и строительстве...